Приветствую вас! И в первую очередь хочется отметить, что вы говорите о том, что обращались к коллегам и многое поняли, но почему-то все равно остались страхи, остались проблемы. Здесь у меня возникает вопрос, почему не доходили, почему не доработали, что произошло. Второй, если вы обращались к психологам, то вы как минимум почему-то не знаете, что психологи не дают советов. Мы не даем советов, мы помогаем человеку разобраться в себе, но мы не даем советов. А уж давать какие-то рекомендации по поводу того, что вам делать, можно только после беседы с вами. То, что вы описываете, это достаточно безлично, я бы сказал, обиженно звучит для меня, по крайней мере, сейчас. Так что, мягко говоря, странно, что поработав с коллегами, вы задаете такие вопросы, как? Какие советы вы могли бы дать? Никаких советов психолог не дает. Как побороть, значит, свои страхи? Никак, страхи не нужно. Поборовать, значит, подавлять, подавлять, значит, загонять все это вглубь, загонять все это вглубь, значит, по сути, делать то же самое, что сейчас делаете вы. Что можно с таким поведением делать? Что можно с таким поведением делать, чтобы что? Вы говорите, я понимаю, что это мешает, я хочу освободиться. Не, окей, вы понимаете, что и вы хотите освободиться, замечательно, но давайте подумаем, что вы будете делать. Вот прямо сейчас вас освободили от этого состояния, что вы будете делать, для чего вам? Правда заключается в том, что человек, какое-то время проживший в определенном состоянии, привыкает к этому, научается, извлекает для себя какую-то пользу из того состояния, в котором мы находимся, и вы не так уж сильно хотите выходить из этого состояния. Ну то есть да, вы понимаете, чувствуете, что где-то вам это вредно, но нет особого смысла, нет мотивации выходить из этого состояния. Вы можете спросить меня о том, например, а почему у меня нет мотивации, ведь я же не ходил к психологу, и я обращаюсь сейчас. Понимаете, вы можете делать всё, что угодно, но в разной степени это может быть как стремление доказать самой себе, что я всё сделала и я всё равно должна остаться в том положении, в каком я есть, так и необходимый уровень, например, какого-нибудь сопротивления, бунта по отношению к тем, кто эти запреты нам установил, например, чтобы очистить свою цель и дальше жить уже по привычной схеме. Поэтому, повторюсь, я не увидел у вас того, для чего вам выходить из этого состояния. Я видел некие общие фразы, что мне это вредит, что я в клетке, но конкретики я не увидел. А конкретика важна, потому что только мотив, только понимание и ощущение человека, что вот я хочу освободиться, хочу измениться для того, чтобы, чтобы что-то конкретное, например, очень нужно. Без этого действия человека становятся просто хаотичными, и для чего я это делаю, зачем, если у меня уже есть привычная жизнь, и так далее. То есть тут, как бы, речь о том, что человек, как биологическое существо, не стремится к тому, чтобы тратить больше энергии, чтобы работать, если не понимая, зачем это делать. Дальше. Вы говорите про запреты в детстве, вы говорите про чувство вины, и вы говорите про желание быть хорошим. Вы знаете, данная проблема, конечно, решается, но решается данная проблема через психотерапию. Мне сложно представить и предположить, как на основании одного ответа вы сможете данные моменты решить, особенно, если вы живете с ними уже не один, и не два, и не три года, вот, и даже после работы со специалистом, правда, тут нужно выяснять, что именно вы делали, у вас что-то осталось. Итак, я хочу быть хорошей, гиперхорошей девочкой. Что это такое? Это означает, что я должна всем угодить, и тогда меня либо не бросят, либо будут любить. А если меня не любят, то я плохая. Это установка, и с этой установкой нужно работать. Дальше. Особое внимание я бы хотел обратить на такой, знаете, важный смысловой момент, что стараться, ну, быть гиперхорошей, как вы говорите, вот, гиперхорошей, или, в принципе, хорошей. Это несколько детское, незрелое поведение, потому что это все означает, что вы верите, что есть хорошие люди, есть люди плохие, есть добро, есть зло. Коль и так, то с таким подходом вы всегда будете видеть мир в черно-белом цвете. Но мир он не черно-белый, мир он серый. То есть добра и зла, хорошего или плохого нет. И получается, что вам нужно посмотреть на эту установку, подвернуть ее, сомнение, что есть добро и зло, есть хорошее, есть плохо. Но есть что-то другое, что лишенное таких вот, ну, в некоторой степени сказочных, идеалистических, так сказать, формаций. Идем дальше. Чувство вины. Чувство вины, это, ну, можно сказать, в какой-то степени, что это неотрагированный гнев, неотрагированный агрессия, с одной стороны, с другой стороны, это некая такая позиция, что я должна удовлетворить ожидания людей. Если я этого не делаю, я виноват. Агрессия и обида выражаются, естественно, с психологом, то есть, ну, психолог, при работе с психологом это делается из техники, техники. Вот. Что касается, да, и гнев, гнев тоже. Что касается ожиданий других, то это тоже работа с определенными установками, это, в общем-то, ну, например, гестальт, например, гестальт. Вот. Ну, там, гестальт-подход. Вот. Значит, то, что вы чувствуете себя виноваты, если не оправдали ожидания других людей, опять же, связано с чем? Со страхом. Если я не выполню ожиданий, то меня бросят, я стану со дна. Но, что такое одиночество? Что со мной будет, если я стану со дна? Понимаете? То есть, глобально получается, что? Что я живу до тех пор, пока есть внешние мотивы других людей. Я живу до тех пор, пока есть желание других людей. я живу до тех пор, пока стараюсь жить для кого-то. И, с одной стороны, все предельно ясно, что вы не ставите свои интересы выше других людей. ну, выше интересов других людей, не других людей. Но, знаете что, непонятно? Непонятно, а хотите ли вы ставить свои интересы выше других? А что это такое за ваши интересы? Что они из себя представляют? А являются ли они вашими интересами? Или, ваши интересы, это замаскированные интересы других людей? Понимаете? То есть, здесь все достаточно, так, скажем, неоднозначно, да, не на поверхности лежит, и, соответственно, нужно это исследовать. Опять же, если вы хотите реально решить свою проблему, честно говоря, читая ваш текст, не в обиду вам будет сказано, ни в коем случае, у меня закрались некоторые подозрения относительно того, хотите ли вы свою проблему решить, потому что, ну, на мой взгляд, если бы вы проблему хотели решить, вы бы, может быть, написали бы подробнее, может быть, сразу бы напрямую обратились к кому-нибудь из специалистов, но, с другой стороны, может быть, вы хотите посмотреть на обратную связь, вот. Так или иначе, есть сомнения относительно того у меня, какие выводы вы сделали по работе с коллегами. Дальше, по поводу запретов. Ну, здесь важно сказать, что в случае с запретами важно не уходить в совсем такой противоборческий вектор, да, в оппозиционный вектор, но в то же время необходимо разобрать запрет и дать вам возможность прочувствовать то с чем или в чем вы согласны с той или иной риторикой, с тем или иным постулатом и так далее. Именно вы не просто механически повторяете определенный запрет, а именно вы. Ну, можно, например, привести здесь следующую ситуацию в качестве иллюстрирования. Есть запрет, кстати, опять же, вы никакой из запретов не озвучиваете. То есть, вы хотите совет, при этом повторяете, никакой конкретики вы не даете. Что такое быть хорошей, вы как бы тоже не поясняете. Итак, есть запрет, что после 12 часов нельзя есть после 12 дня нельзя есть больше двух яблок, скажем. Вот. Если ты съел больше двух яблок после 12 часов дня, то, соответственно, имеет место какой-то вред. и давайте предположим с вами, что вред действительно имеет место быть. Но важно то, как вы сами относитесь к этому вреду. Важно то, как вы сами относитесь к этому негативу, который возникает в результате, скажем так, следования своей позиции. насколько он вами ощутим, чувствуется ли, что он этого стоит. А может быть нет. И вот это вот ощущение, что он этого стоит, чувство соответствия усилий и обратной связи, именно ощущение того, что они равны, ощущение того, что нет превалирования одного на другим, хотя понятно, что это непостоянная величина. Это именно ваши чувства и только ваши чувства. И оно всегда идет в разрез с тем, что говорят запреты извини. Но опять же, если я себе поверю, то пусть что-то будет негативным. В гестальцтерапии запреты, в гестальцсхологии, ну и в гестальцтерапии тоже, значит, запреты называются интроэктовы. Это то, что человек принимает целиком, без надлежащей критики. Я думаю, что необходимо помочь вам выявить эти запреты и адекватно их скажем так проверить на соответствие вашим собственным ценностям. Но повторюсь, без выявления того, что важно именно вам, без выявления того, что цены именно для вас, вся эта работа может оказаться, ну, мягко говоря, не такой эффективной. Вот. Обратите внимание, как вы говорите, как мне побороть страх. Побороть ничего не нужно. Вам страх дан для чего-то. сейчас ваш страх выполняет определенную функцию, определенную роль и побороть его, ну, то есть, убрать, при этом, при этом, не давая вам ничего взамен, не давая за себе ничего взамен. Было бы без малого, не меньшим вредом, чем то, что вы делаете для себя сейчас. Учтите, пожалуйста, этот момент, не забывайте его. Это крайне важно. Так, подумайте над тем, что я сказал. Если хотите действительно проблему решить, выбирайте специалиста и начинайте работать. Я желаю вам удачи, всего самого доброго. до сих пор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому